Книга «Открытым оком». Восьмой том. Тема «Монашество». Вопрос 2053. Если, как повествуют некоторые жития, знание Священного Писания приводит к принятию монашества, то выходит, что не монахи Писания не знали? Не могли бы вы указать, где в Писаниях говорится о спасении через монашество? Ответ Игнатия Тихоновича Лапкина. Чистейшие воды – выдумка, стоившая дороже всех гонений от всех гонителей за всю историю Церкви Христовой на земле. Там умерло столько талантов, столько зарыто, что не разрыть даже верхнего слоя. Это цитадель и крепости, сопротивление прямым словам Христа идти в мир, нести благую весть погибающим. Хорошо человеку остаться одному и сохранить девство – это дает простор для полной отдачи прислужения Христу. Это воины Божии, они не отстают от Христа. Но сохранить себя в этом может только служащий Богу в Духе Святом, во всем сверяющий свой путь с Библией. Откровение, 14 глава, 4 стих. Это те, которые не осквернились с женами, ибо они девственники. Это те, которые следуют за Агнцем, куда бы он ни пошел. Они искуплены из людей, как первенцу Богу и Агнцу. А в монашестве не только девственники, но и бывшие в семейной жизни. 1 Коринфянам, 7 глава, 32 стих. А я хочу, чтобы вы были без забот. Неженатый заботится о Господнем, как угодить Господу. Незамужний заботится о Господнем, как угодить Господу, чтобы быть святою и телом, и духом. Из этих слов Писания нет даже намека, что нужно какие-то обеты давать, устав некий, пострижение устраивать, переходы в разные чины, схимы перед смертью. Притчи, 30 глава, 6 стих. Не прибавляй к словам его, чтобы он не обличил тебя, и ты не оказался лжецом. Монашество – это сплошная прибавка, выдумка человеческая, неоснованная на Писании Бога Живого. Псалом, 118, 113. Вымыслы человеческие ненавижу, а закон твой люблю. Евстратий, 9 января. Калычки открываются. Будучи воспитан ими в добрых нравах, он, по достижении 20-го года от рождения, распалился желанием послужить Богу, и, оставив родителей, бежал к горе Олимп, в Афгаровскую обитель, где уже прославились своей добродетельной жизнью в выноческом образе два дяди-матери его, Григорий и Василий. Из которых первый был игуменом той обители. Будучи принят ими, и, остригши свои волосы, Евстратий стал проходить трудное иноческое житие, и был любим всеми за свое смирение и кротость. Он вовсе не заботился о мирском, ничего не имел, кроме одной волосиницы и овчины, на которой спал. Он даже не имел своей кельи и особого места, которое мог бы назвать своим. Почему обыкновенно спал там, где приходилось, да и то понемногу. Отцы говорили о нем, что во время сна он с самого дня своего пострижения не протягивался во всю длину тела, а также никогда в течение целых 75 лет в своей подвижнической жизни он не ложился на левую сторону тела. Кавычки закрыты. Феодосий, Великий, 11 января. Кавычки открываются. Обошедший там все святые места и помолившись у гроба Господня в храме Воскресения, он размышлял в себе, какой начать образ жизни, отшельнический или вовшежительстве, с другими ищущими спасения. Троеточие. И начали к святому приходить ищущие душевной пользы, начали собираться к нему желающие быть подражателями его жизни. Прожив там некоторое время, блаженный стал тяготиться отсутствием покоя. Кавычки закрыты. Симеон, Столпник, 1 сентября. И все не могли насытиться и созерцанием святолепного лица его, и сладкоглаголевой беседой его, ибо уста его были исполнены благодати Святого Духа. Имея дар премудрости, всякий день напаял он сердца слушавших рекой учения, и многие, наставляемые его учением, оставляли все земное, и как птицы возносились горе. Одни, уходя в монастыри, другие в пустыне, а иные, оставаясь жить при нем. Троеточие. Настал Пестоя он, как пишут люди, вполне достойные веры. Восемьдесят лет. Он вполне усовершенствовался в добродетелях. Это был земной ангел и небесный человек. Кавычки закрыты. Паисий Великий, девятнадцатое июня. Кавычки открываются. В те же времена и в тех же египетских пустынях просиял в подвигах постничества другой угодник Божий, преподобный Павел, по молитвам которого Господь тоже проявлял великую милость людям. Преподобный Паисий, пожелав однажды посетить его, отправился к нему, и сошлись они, как два ангела Божия и как два воина Христова, сильно поборающие невидимых врагов и друг другу в том помогающие. И были они оба, как какая-либо твердыня, непреоборимая никаким вражьим лукавством, и беседовали они друг с другом словами, исполненными Духой Святого. Вместе наслаждались и сладким плодом молчания. В старости своей они ежедневно изобретали чистые юношеские подвиги, начиная каждый раз как бы с изного подвязаться и как бы решив вести еще более совершенную жизнь. Кавычки закрываются. Экстремизм – пугающее слово, жупил пострашнее фанатизма, для беспечных, сонных и условных, безразличие – лучшая кофизма. Там, где ревность боги постоянно, планку поднимают по шкале, выпивка любая – значит пьянство, на листалище ты вовсе не атлет. С нетерпимостью к любой неправде ты в разряд фанатиков войдешь, даже просто сестры в длинных платьях, для распутных это острый нож. Лучшие фанатики в Писании, те, кто никогда не отступал, кто спасал других, спасались сами, образец для всех апостол Павел. Всю свою ученость и богатство, преимущество, карьеру счел засор, сконцентрировал все праздники на Пасхе, о Христе всю жизнь был разговор. Для него весь свет в его окошке только и Иисус из Назарета, для врагов фанатик невозможный, экстремист, как их увидишь редко. Только победить, никак не меньше, чемпион, увенчанный венком. Златоуст фанатик был, конечно, с экстремизмом лично он знаком. Исповедники, такие как Максим, компромисс считали за врага. У врагов пощады не просил, гимны он терпению слагал. Кто с Иисусом, значит будут гнать их. Против общего потока устремись. Кто до смерти велен, тот фанатик, библиозащитник, экстремист. 28 июня 2003 год. Игнатий Лапкин.